Музыка Хочется сейчас уделить время, наверное, полосатому хищнику, окуню. Мы сейчас приехали в небольшую протоку, где попробуем половить его на легкий джиг и на небольшие воблеры, диповые, шедики, именно с заглублением полтора плюс. Не знаю, как сегодня полосатый себя поведет, но мы в любом случае попробуем кого-нибудь изловить. Максим, здесь такое место. Окунь здесь держится в придонных слоях. Именно низкая подача приманки позволяет ловить самых крупных васабей. Ты понимаешь, что чем выше ты проведешь приманку, тем более мелкого окуня ты поймаешь. Есть такая закономерность, вот видишь поклевки, я буквально опускаю сейчас Chubby Vibration на самое дно, у меня происходят атаки. То есть я тебя правильно понял, здесь либо мы пробуем какой-то легкий джиг, либо те же ратлины, на которые ты сейчас ловишь, либо это воблеры диповые. То, что именно приближено к придонному слою. Да, потому что чем выше мы будем проводить приманку, тем меньше рыбы будет клевать. Либо у нас будет огромное количество поклевок красноперки, но цель нашего сегодняшнего выезда именно окунь. Хищный окунь. Ну ты уж поосторожнее, ты Нибблом, ты тряси. Ниббл, кстати, одна из моих любимых палок для ловли окуня. Как ни странно, именно эта модель завоевала огромную популярность среди любителей ловли ультралайтом. И честно тебе сказать, эта палка отвечает всем требованиям, которые к ней... Знаешь, я тебе так могу сказать, соотношение цена-качество, с учетом того, что, как ты сказал, твоя палка Нибблс в ультралайтовой теме одна из, да, у меня есть тоже то предпочтение в плане Ниббла, это 66-я модель. Это именно... Тем не менее, ты сегодня взял более длинную палку. А вот именно почему длинную, потому что я хочу попробовать как и легкий джиг совместить с легким джигом, также и какой-то воблер с рывковой проводкой, те же шиндики. То есть ты взял некого универсала? Да, да. А вот у меня как раз твой любимый 66-й Ниббл, вот, почему-то поклевки идут просто вот одна за одной, окунь не засекается. Вот именно что касается... Вот он, елки-палки. 66-й. У меня просто он долбит, у меня все в руку передается, я смотрю на тебя, я даже не смотрю на вершинку, и у меня просто поклевка за поклевкой идут. Но вот именно что касается 66-го Ниббла, до 5 грамм, который, да, я очень часто использую эту палку на своих домашних водоемах, это малые реки с сильным течением, где я ловлю белого хищника. Это келуха, друзья. Это хороший галл. Смотрите какой. А? Вот это толстяк. Вот за такими мы, в принципе, сюда и приехали. Вот она, серебро липецких рек. Счастье. Да, спасибо, друган. Давай. Пошел. То есть мне очень комфортно ее ловить как на кренки, как на колеблющиеся блесны. Полностью отвечает вот именно всем требованиям для моей ловли. Парковать на лайтовую палочку с такого мощного переката, с таких струй, на самом деле одно удовольствие. Слушай, ну можно ли назвать эту палку действительно универсальной? Либо это же все-таки воблерная тема. Смотри, вот я бы, пожалуй, назвал универсальную... Есть? Нет, это, скорее всего, трава. Я бы называл больше универсальную, это 73-я модель. То есть там можно использовать как те же кренки, какие-то мину для свердального заброса, также и джиговую ловлю. То есть легкий джиг. То есть вот именно 73-я, в длине, которые у нас идут до 6-ти грамм и до 9-ти грамм, вот те модельки, да. Вот более короткие, это 66-я длина и 702-я. Там уже больше идет именно рывковая проводка, либо какие-то упористые приманки на сильном течении. Ну у нас сейчас, я объясню, это такое место, может быть оно немножко нестандартное, но... Это такой канал протока со средним умеренным течением и с глубиной до 2-х метров. При этом здесь есть огромное количество травы, то есть такие бугры, которые доходят до поверхности. И нам самое главное сделать точный заброс, подать приманку в нужное место и выманить хищника уже из засады. То есть окунь где-то стоит в этих травяных зарослях, при этом мы приманку проводим по чистым местам и выманиваем его оттуда. Уже у меня несколько поклевок было, но почему-то полосатый бьет по приманке, видимо, что мимо крючков. Вот чувствуется, что удар есть, но почему-то он не берет приманку. Сейчас стоит подобрать проводку. Вот, сошел. И сразу в траву, вот как я и говорил. Только вот он перед травой сразу клюнул. Сейчас стоит подобрать проводку. Я думаю, полосатый начнет ловиться. Есть рыба. Наконец-то! Ай, красавчик! Вот он, полосатый окунёчек. Ай, красивый! Есть! Вот сейчас я опустил приманку буквально к самому дну, но при этом я сделал некую паузу в проводке. И этот окунёчек прекрасный клюнул на этой паузе, на Чаби Вибрэйшн. Это, наверное, одна из лучших приманок для ловли окуня. Но Ани был 66-й, справился со своей задачей, передал мне поклёвку в руку. И я сделал своевременную подсечку. И при этом он не даёт рыбе сливаться. Самое главное именно при окунёвой ловле, то что рыба не сходит. Это самое главное. Я больше скажу, на самом деле, у окуня, дабы какие у неё не были мясистые губы, но они очень подвержены... Хрупкие. Разрываем. Назовём так. Да, они хрупкие. Они хрупкие, да. При подсечке очень часто бывает то, что у окуня разрываются губы и становится очень большая дырка. Да, назовём это так. Разбивает губу. Да, разбивает губу. И за счёт вот именно бланка, работы спиннинга, ай, заели комары, рыба не сходит. Просто грамотно идёт работа именно самого бланка, самого вершины и средней части. И он приманки. Может, на воблеры по-моему, держи, га? У меня. И на соулшет берёт. Ну вот, на самом деле, всё по классике. Воблерочек с заглублением больше полутора метров и, как говорил Василий, именно на долгой паузе. Именно на паузе схватил вот такой вот окунец-молодец. На что клюнуло у тебя? На воблер. Сулшет? Да, шетик с заглублением больше полутора метров. Это его любимый. Попробуй на джиг. Посмотрим, что лучше. Воблер или джиг. На. Что лучше, воблер или джиг? Сейчас проверим. Ну, опять же, что-то не актуально. Ещё удар. Большой окунец. Закинем обратно. В воду? Да, и сними. Не позорься такой мелочью, да? Не, серьёзно, закинем. Я ещё поймаю. Я точку на щупу. Фишку понял. Главное, что на джиг. Ваши вот эти пластмассовые игрушки. Мне до лампочки. Да? Вах, там у меня сошёл только что. Друзья, да это ж краснопёрка. Ай, поздравляю тебя. Это твоя первая краснопёрка на спиннинг? Ну, я не знаю. Ну, наверное, вторая уж точно. Ну, я думаю, не последняя сегодня. Друзья, это первая краснопёрка. Или мало? Да. Отличная, кстати, краснопёрка. Ну, да, такая таранка. Всё? Эх. Ну, ладно. Иди. Подводя итог, можно сказать, что серия Ниббл – это отличное универсальное удилище лёгкого класса, которое одинаково хорошо подходит для ловли в самых различных условиях на небольшие приманки. Лёгкий джиг, воберы, мину и кренки, вращающиеся и колеблющиеся блёстки. Особенно удилище должно приглянуться новичкам, которые хотят начать осваивать лёгкий спиннинг, но вкладывать в удилище большие деньги не торопится. Ну, в общем, где-то вот так. Ну, давай, дружок. Ну, давай, дружок.